Множество названий. Скандинавская ходьба с палками, северная, нордическая или финская ходьба. Это своеобразный вид любительского спорта, представляющий собой пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные. Скандинавская ходьба – это как одно из направлений здорового образа жизни. Вообще финская ходьба – это относительно новое направление в физической культуре. Это новый набирающий популярность вид оздоровительной физкультуры, который был запатентован финном Марком Кантаном в 1997 году под названием «Оригинальная скандинавская ходьба». Пришла она из Финляндии, и поэтому изначально называлась «финская ходьба». Более правильное название – «скандинавская ходьба». Но, в общем-то, это одно и то же. «Нордик вокинг» – в переводе «скандинавская ходьба». В Финляндии очень популярна она, и там занимаются уже несколько миллионов человек данным видом физической активности. «Скандинавская ходьба» – это не развлечение, а вполне серьезный вид фитнеса для укрепления здоровья. В Ленинском районе первое групповое занятие было организовано в школе диабета. Идея формирования такой группы возникла давно, а мечта смогла осуществиться благодаря премии губернатора. «Идея возникла сама собой. Мы в том году стали победителем премии губернатора Московской области Андрея Воробьева. И когда я получила денежную премию, я подумала, куда же их потратить. И сразу возникла идея – скандинавская ходьба. Потому что в нашем обществе очень много одиноких людей, которые страдают сахарным диабетом, и у них, собственно говоря, и пойти некуда, и многие страдают гиподинамией. А поскольку вот этот вид спорта, этот вид фитнеса даже, можно сказать, он не противоположен, не противопоказан никому, то есть мы сразу подумали о том, что надо организовать при нашей общественной организации группу скандинавской ходьбы». Все с большим удовольствием поддержали идею своего руководителя и вышли вместе с инструктором для того, чтобы научиться этому новому виду спорта. Диабет у меня болеет 42 года, мне сейчас 65. И вот сейчас скандинавская ходьба впервые показала, что у меня то-то, то-то не работает. Понимаете, то есть определенные мышцы уже, так сказать, атрофировались. И я верю в спортивную финскую ходьбу, что поможет вернуть мышцы на место, чтобы они работали. «Мне очень понравилось это. Действительно чувствуешь себя так легко, возвышенно. И с удовольствием буду ходить скандинавской ходьбой». То, что-то как-то было, знаете, как немножко тяготило. Особенно плечи, ноги. А сейчас вот походило, вы знаете, появляется легкость. Пусть не сразу, но она появляется. И вот мышцы ног хорошо стали циркулировать, во всяком случае, ноги. И вот дыхание. Вот это мне тоже нравится. Я думаю, теперь начну. Хотя бы два или один раз в день – это обязательно. Вот с супругом мы будем ходить и заниматься. Я думаю, что это очень приятное времяпрепровождение. Во-первых, мы выбирать будем различные маршруты, в том числе и лесные массивы, где будем гулять. То есть, ну, выбирает каждый для себя темп, какой ему полезен. И более того, при скандинавской ходьбе приветствуются некие беседы такие. То есть, я считаю, что это очень хороший вид спорта. И позитивный, так сказать. Общество диабета выбрано неспроста сегодня, конечно, для этого фокуса группы людей. Потому что в процессе движения скандинавской ходьбы задействовано более 90% мышечной массы. В связи с этим улучшается кровоток, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. В связи с этим происходит нормализация артериального давления даже, вплоть до нормы. А вместе с тем происходит нормализация даже сахара в крови, либо какое-то его снижение. Это уже отмечено, клинически доказано и имеет место быть. Поэтому люди, страдающие с сахарным диабетом, они нуждаются, как и любые другие нозологии, в том, чтобы присутствовала в комплексном лечении физическая активность как таковая. Она должна быть. Без этого никак нельзя. И поэтому этот вид, он как раз сейчас в приоритете. И за ним будущее, как я это вижу. Он полезен всем. Скандинавская ходьба практически универсальна. Она подходит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки. Противопоказаний к скандинавской ходьбе, как таковых, не существует. Этот вид физической активности очень популярен и эффективен абсолютно при любых нозологиях, при любых заболеваниях, а также абсолютно здоровым людям показан. Скажем так, что здесь нет противопоказаний для того, чтобы заниматься этим видом физической активности. Абсолютно не имеет никаких практически противопоказаний. И тоже возрастных привязок здесь нет никаких. И до бесконечности все, кто стоит на двух ногах, могут заниматься этим видом физической активности. В целом скандинавская ходьба относится к кардио-тренировке. Просто гуляя по парку, вы нагружаете только нижнюю часть тела, ноги. Ходьба с палками дает нагрузку и на верхнюю часть тела, включая руки, плечи и спину. Ученые утверждают, что при этом калорий сжигается на 46% больше, чем при обычных прогулках. Это очень полезно для опорно-двигательной системы. Невероятно полезно, потому что задействован здесь такой вид движения, как поворот. Происходит скручивание у нас в позвоночном столбе. Улучшается кровообращение в шейно-плечевом отделе. И этот отдел расслабляется. Что очень важно, люди порой принимают специальные процедуры, для того, чтобы размассировать вот эти участки, чтобы улучшить кровообращение головного мозга. И фишка этой скандинавской ходьбы как раз и заключается в том, что этот вид социального фитнеса, он включает в себя как бы 7 в 1. Даже не 2 в 1, не 3 в 1, а гораздо больше. Поэтому мы его так пиарим. И желаем всем, в общем, брать палки в руки и идти с этими палками к здоровью, к долголетию. Скандинавскую ходьбу еще называют социальным фитнесом. Тем более, что заниматься ей можно в любых местах и ходить по интересным маршрутам. Это более интересно, да, это не нужно заставлять здесь людей вставать и идти. Не все любят ходить, заниматься в спортзал, на тренажеры и так далее. Да, данный вид социального фитнеса, он более популярен, он более прост. И люди с удовольствием этим занимаются. Скандинавская ходьба становится все более популярной. Уже многие поняли пользу и начали индивидуальные занятия. Но если вы желаете найти единомышленников, то обращайтесь в Центр медицинской профилактики. Сейчас, увидев пользу, я думаю, что польза большая от этой ходьбы, я думаю, что не только больные с сахарным диабетом, но и любой человек, любая группа людей может объединиться, обратиться в наш Центр медицинской профилактики, который находится в детской поликлинике на третьем этаже, 319-320 кабинет, или позвонить по телефону 495-541-3833. Если мы наберем группу заинтересованных лиц, то инструктора мы всегда пригласим. И будем заниматься этой скандинавской ходьбой, потому что я считаю, что факторов риска любых заболеваний очень много, а это как раз ходьба будет эти все факторы риска просто уничтожить. Я думаю, что здоровье в нашем теле должно быть. Присоединяйтесь. Для того, чтобы приступить к занятиям, необходимо иметь только свободное время и желание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова